Я ведь и сам как умею следы. Уходит старый год, конец декабря, время подвести итоги, вспомнить, каким был 2018-й. Учителя, руководители школ, детских садов и учреждений дополнительного образования собрались в Центре детского творчества «Радуга», чтобы обсудить результаты и поставить цели на будущее. 2018-й год был очень успешный, я считаю, что плодотворный, у нас много достижений, хороших результатов, как и в качестве образования, у нас очень успешно прошла сдача ЕГЭ в этом году, 13 результатов, 100 бальников, 11 выпускников. И в целом у нас результаты по Олимпиадам, по медалистам, очень достойные, и у нас есть прогресс по сравнению с предыдущим годом. Сегодня в Дмитровском округе работают 56 детских садов, 43 школы, 3 учреждения дополнительного образования. С достойными показателями в уходящем году педагогов поздравил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Илья Поначевный. Вы большие молодцы, потому что у меня есть чем сравнить. Моя карьера и моя жизнь позволяют, у меня и у самого ребенок растет. Я общаюсь с вашими коллегами, как папа. Я общаюсь и как руководитель общался с другими районами. Дети сначала проводят в детском саду большую часть времени, потом проводят в школах. И у вас, да, у вас. И всем нужно дать тепло, всем нужно рассказать, показать, как сказать, как жить. Илья Поначевный вручил благодарственные письма учителям за обеспечение высоких результатов государственной итоговой аттестации. Отдельно были отмечены школы, которые стали победителями в региональных проектах и конкурсах. В топ-100 лучших школ Подмосковья вошли гимназия Логос, гимназия Дмитров, Оревская школа. Четыре школы вошли в единый рейтинг лучших школ Московской области. Это гимназия Логос, гимназия Дмитров, лицей номер 4 и Черновская средняя школа. Альевидовская школа стала победителем областного конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки, получив из областного бюджета 1 миллион рублей на закупку оборудования. В номинации «Прорыв года» 2018 были награждены Александр Жуков, директор Мельчевской школы, Татьяна Бугрова, заведующая детского сада «Ромашка», Юлия Котенкова, заведующая детского сада «Жемчужинка». В уходящем году школьники показали высокие результаты не только на итоговой аттестации, но и на этапах Всероссийской олимпиады школьников. 17 первых мест на областном уровне, один победитель на заключительном этапе. За высокие результаты в учебной деятельности 22 школьника получили именную стипендию главы Дмитровского городского округа. Конечно, главное не останавливаться на достигнутом, развиваться, то есть увеличивать и количество стобальников, и, соответственно, материально-техническую базу наших учреждений, что очень важно, проводить капитальные ремонты в школах, садах. Также не забывайте про доп. образование. У нас очень развито патриотическое движение, духовно-нравственные, спортивные мероприятия. Мы вовлекаем детей во все это. И надеемся, что будем продолжать, не надеемся, а уверены, что будем продолжать на высоком уровне работать. В 2018 году управлением образования было организовано множество мероприятий, конкурсов, соревнований, акций, слетов. Продолжена работа кадетских классов. Активно развивается движение «Юнармия». Решается и вопрос доступности дошкольного образования. Открываются дополнительные группы в детских садах, идет строительство нового детского сада. Ведущие отметили, благодаря каждодневному труду воспитателей и педагогов, дети взрослеют в среде, где есть все условия и перспективы для дальнейшего развития. Спасибо. 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 Спасибо.